Привет, друзья! Расскажу вам технологию поклейки букв. Объемные буквы с внутренней подсветкой, как они делаются, способ изготовления и так далее. В нете достаточно много видеороликов, которые рассказывают о том, как правильно склеить буквы, что для этого нужно и так далее. Но каждый видеоролик отличается, потому что сколько мастеров, столько и мнений. Поэтому я сегодня расскажу свой способ. Этот способ один из самых распространенных. Скажем так, по старинке. Мы изготовили вот такие шаблоны. Из обычной пленки 641 серии. Вырезали их на плотере в зеркальном отображении. То есть, если вы посмотрите на букву У, она перевернута. Наклеили мы их с помощью монтажной пленки. Дальше нарезаем из пластика вот такие полосочки. Толщина борта у нас составляет 70 миллиметров. И клеим их по внутреннему контуру нашего шаблона. Берем наши порезанные полосочки из пластика. Примеряем. Ставим засечку с небольшим запасом. Пару миллиметров. И отрезаем ровненько под уголок. Я использую клей Космофен Плюс. Это молекулярный клей, который спаивает пластики на уровне молекул. Клей я наношу на две стороны отрезанного кусочка. Учитывая, что он вязкий, адгезия происходит достаточно быстро. Бортик не падает и сразу прихватывается. Обязательно ровняю все под шаблон, заготовленный заранее с помощью уголка 90 градусов. Обязательно проверяю своим шаблончиком, чтобы все углы были четко 90 градусов, иначе буква будет кривая. Вот что у нас получается. Лишние части, которые выступают, я потом срезаю обычным ножом. Я не буду снимать весь процесс поклейки бортиков, поскольку это будет долго и утомительно. Я сразу покажу, что получается в процессе. Все стыкующиеся части нужно пролить клеем. Тогда буква будет жесткой и прочной. Когда мы полностью поклеили все бортики, приступаем к фрезеровке. Я просверил в столе отверстие и прикрепил снизу ручной фрезер, так, чтобы фреза немного выступала над столом. С помощью фрезера мы легко сможем убрать излишки акрила. Как видите, этот способ легко и без особого напряга позволяет обрабатывать буквы. Способ, конечно, очень грязный, но тем не менее очень быстрый. Нам остается совсем немного. Нулевая фреза оставляет небольшую кромку на пластике. Эта кромка легко убирается шлифовальной машинкой. Если кромку оставить, при поклейке аракалом она будет видна. Немного расскажу о насадке на фрезе, которую я использую в работе. Это нулевая фреза с подшипником. Диаметр, не помню точно, но, по-моему, около 12 мм. Этой фрезой я обрабатываю сначала полностью весь край. Она позволяет очень быстро и без каких-либо усилий обработать контур. После так называемой первичной обработки я меняю насадку с более меньшим диаметром. Устанавливаю фрезу с подшипником диаметром 5 мм. С помощью этой фрезы я смогу достать в самых труднодоступных местах букв. Когда буквы отфрезерованы, я обвожу их карандашом по пластику и подготавливаю таким образом заднюю стенку буквы. Нарезаем полоски из ПВХ толщиной примерно 3 см. На ширину метровой линейки. Клеиваем эти полосочки во внутреннюю часть буквы на расстоянии 3 мм от карандашного рисунка. Этот бортик выполняет несколько функций. Свет не выходит через щели, когда надета верхняя крышка. Второе. Бортик позволяет плотно прилегать крышке к задней стенке. И третье. В него закручивается саморез, чтобы буква не развалилась. Заднюю крышку буквы аналогичным способом обрабатываем на фрезе. Обратите внимание, что у меня стоит насадка с 5 мм диаметром. Небольшая. ПВХ этой насадкой обрабатывается очень быстро. Не так, как акрил. Когда наша буква полностью готова, нам остается только установить свет и заклеить торцы пленкой нужного нам цвета. Как устанавливать свет и заклеивать торцы, я расскажу в своих следующих видеороликах, поскольку установка света это целая наука. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. До встречи!